Приветствую вас, мои дорогие зрители. Я нахожусь в ЖК Среда и это новый проект Монтаж водопровода отопления от дяди Коли. В этом видео хотел поблагодарить моего заказчика. Спасибо вам огромное, что вы позволили мне встать на ваше паркинг-место, а точнее на два, хоть по диагонали, хоть с боком. Спасибо вам большое. Теперь я не буду тратить время на парковку, на перенос инструмента с дальних углов жилищного комплекса и все силы свои потрачу, ребят, в реализацию проекта. Так что спасибо вам огромное и в сантех бой! Ну что ж, друзья, знакомьтесь. Вот и объект наш. Значит, что предстоит? В данный момент мне предстоит привести в порядок узлы вода. Местная управляющая компания будет, значит, заряжать систему канализации. Посмотрите, как она высоко. На этом объекте два санузла и в двух санузлах вот такая вот такая ситуация, такое безобразие. Так что предстоит привести все в порядок. Сейчас хочу все пропылесосить, убрать излишки стекловатые, прогрунтовать стены специальной грунтовкой и начать прокрашивать. Ждем материал. Материал уже едет, завтра он приедет. Да, вот это вот наш. Вот на квартиру. Пойдемте, я вам покажу. Да, это вот такая вот мобильная комната у меня. Мобильная комната, класс! Значит, наш уважаемый застройщик оставил нам стекловату, чтобы мы чесались. Пришлось это все убирать, ребят, с маской, с очками, в специальном комбинезоне. После этого я укутал трубопроводы, чтобы их не пачкать грунтовкой и краской. Прогрунтовал, нанес первый слой краски. Мы видим сейчас, видите, оттенок еще не очень такой, да, красивый. Требуется еще раз прокрасить, но это уже будет через 4 часа, когда краска просохнет. Краска влагостойкая. Да, вот материал, кстати, пришел нам от нашего магазина Сент-Текбокс. Ребятушки, спасибо вам за то, что вы предоставляете для нас хороший материал и хорошее предложение. Сейчас происходит самый важный момент в монтаже водопровода. Это разметка. Красные линии — это внешняя часть каркаса. Каркаса ТЦ-профиль. Первая ТЦ-рельса для будущего каркаса. Сейчас мы ее установим в правую часть, прижмем ее к капитальной стене и от нее начнем. Значит, я сейчас монтирую каркас. Он фактически уже собран. Осталось выставить перемычки. Как видите, я его выставил с учетом небольшого интервала от канализации. Когда я просчитывал проект, я, естественно, смотрю, в каком состоянии трубопроводы и видел повреждения, ребята. Видите, какие повреждения. Захват ключа был за трубу. И купил для этих целей, значит, восстановитель. Восстановитель цинкового слоя, холодное цинкование от Lactite. И сейчас нанес первый слой. Пока у нас, как говорится, узлов нет, есть доступ. Натянул вот такую полиэтиленную пленочку и прохожу сейчас холодным цинкованием. Этим я решением, надеюсь, продлить срок службы трубы. Закрепил я узел распределения по приборам. Справа отопление, слева водоснабжение. Закрепилось это все на профиль. Силовой профиль ОТЦ. Запоминайте, друзья, хорошая система, надежная. И что классно, все есть в наличии в России. Особенно в крупных городах. И это радует. А то меня спрашивают, Николай, почему не Валраван, почему не Мёпра. Про Хилди, правда, не спросили. Почему не Хилди? Ребят, все зависит от наличия. То есть, что есть на наших складах. Валраван, как мне сказали, нет профиля более двух метров. Николай, так что режь что-то делай. Делай что-то короткое. И не проси более двух метров. У нас только два. А у меня 2,80. Друзья, 2,80. Даже один. ТЦ дает возможность выбрать. У них профиль 4,5 метра. Представьте, 4,5 метра. Как у меня был объект, да? Почти по 4 метра, ребят. И я там вышел из ситуации. Пришло время подключать горячее водоснабжение к центральному горячему водоснабжению. Буду делать это я с помощью пресс-фитингов. Вега. И пресс-фитинге, ребята, у нас нержавеющая. То есть, нержавеющая сталь. Вот она, трубочка. Вот она, уголочек. Как я говорю, нержавейка, она более стойкая, да? Более стойкая к суровым эксплуатационным средам. Здесь у нас, как вы видите, нет никаких фильтров. Значит, соответственно, труба должна быть максимально надежной. А это нержавеющая сталь. Вот такой вот отступ получился. Он будет установлен в кран холодного водоснабжения. И позволит мне пройти вот этот трубопровод. То есть, пройти между ними. Вот такой вот получился гиб нежненький. Видите, весь в масле. Такой вот. Как я говорил вам, сварочный шов, лазерный сварочный шов остался внутри гиба. Все хорошо. Вот такой вот. Тысяча рублей, ребятушки. Тысяча рублей сэкономили этим решением. То есть, пресс-угол, пресс-угол нержавеющий. На 18, ребят, стоит в районе 1000 рублей. Если уже не больше, ребят. Что такие вот дела? Приятно, приятно. Плюс у нас плавный поворот трубы. Вы знаете, что любой пресс-угол, да, тройничок, это дополнительное сопротивление для воды. С помощью гибки мы эти вопросы решаем лучше. То есть, на более плавней вода течет. Не создается лишний шум. То есть, нет удара. Хотя сейчас пошли фитинги с плавными поворотами. Что радует, конечно. Но, все равно, гибко есть гибко. Класс! Продолжаем монтаж. Создал я вот такой вот выход трубопроводов. Установил запорную арматуру. Эта арматура, друзья, у нас идет для водонагревателя. Для того, чтобы его можно было включать и обслуживать. Так что сейчас буду ввести от этих вот американочек к тем, друзья, американочкам, водонагревателям, трубочкам. Надо это сделать таким образом, чтобы это не мешало, значит, демонтажу фильтра. Ну что, поехали! После сборки, значит, медных фитингов, ну и нержавеющих, друзья, вы обращайте внимание на оборудование, которое, ну, стоит перед этим. Здесь нужно обязательно смотреть, как проходите, где проходите. Может, где-то какая-то несостыковка. И потом, в дальнейшем только обжимать. Обжим только произошел у нас в районе водонагревателя. Для того, чтобы вся вот эта громада фитингов, друзья, не упала с трубой. Далее у нас надо произвести обжим фитингов. Обязательно я наношу отметку. Вот вы видите отметочки. Это, значит, отметка для меня, для того, чтобы я понимал, в случае, если я установлю инструмент и я, скажем, потяну трубочку, она начнет вытягиваться вот таким образом, да, я пойму, ага, значит, я не вставил до конца фитин. И мне надо его поправить. Это делается для того, чтобы получить максимально надежное соединение. Потому что, если вытянется, вы ее зажмете, какое-то время она будет держать, а потом все, может потечь. Так что, обращайте на этот вопрос внимание. С пресс-фитингами этот вопрос не пройдет, потому что здесь у нас, друзья, в этой зоне находится уплотнительное кольцо. И так как это виега у нас, она обжимается с двух сторон, таких два контура обжима, труба должна быть вставлена до самого конца. И хотел обратить внимание на инструмент, на подбор клещей. Друзья, клещи должны соответствовать фитингам. То есть, они должны быть в рекомендации по обжиму тех или иных фитингов. И они должны соответствовать размеру, то есть диаметру трубопроводов. Ну и, конечно, они должны быть в рабочем состоянии, обслуживаемые. Никаких люфтов дополнительных, деформаций на клещах не должно быть. Так что берегите инструмент. Желательно, конечно, иметь свои клещи. Новые клещи, ребята. Которые прослужат вам потом вера и правда. И, конечно, повлияют на качество обжима. Потому что это ваше, ребята. Вы знаете, что вы обжимали. Потому что есть люди, которые обжимают арматуру, еще какие-то детали, не предназначенные для сантехники. И тем самым могут деформировать внутреннюю часть клещей. Для того, чтобы произвести обжим, возможно, нужно снять заготовку. Вот в этой части наша заготовка холодного водоснабжения мешает. И мы ее снимаем на момент обжима горячей воды. Обязательно сохраняем уплотнительные кольца. Не теряем. Ставим их в нужное место. И можем начинать. То есть, когда вы планируете обжим, обязательно думайте последовать. Потому что не берите. Сейчас была ближайшая для меня холодная. Но потом я столкнулся бы с демонтажом. Мне пришлось бы отворачиваться. Отворачивать хомуты. Это больше по времени. Лучше вот снять пока не обжаты фитинги. Но передайте, посмотрев, в изделии есть доступ. Доступ для обжима. Отлично. Супер. Отлично. Супер. Открываем направление. То есть, как вы запланировали. Вот стрелочки здесь. Здесь, получается, у нас подача пойдет с левой стороны. Здесь пойдет подача с правой стороны. Не забывайте за эти вопросы. И давайте навешивать. То есть, теперь нам ничего не мешает. Теперь можно соединять уже непосредственно магистральные фильтры. Закручиваем американки, друзья. Чтобы можно было в дальнейшем обслуживать этот узел. Вот этих тройничков и крестовин, друзья, пойдет трасса на вход в магистральный фильтр. Это у нас получается холодная. Справа пойдет горячая. Сегодня мы зафиксируемся дополнительно к ПЦ-профилю. Для того, чтобы не расшатывался этот трубопровод. Ну, а пока упаковка идет, ребят. Вкручивание. Вот так. Выставил я уровень. Уровень мне нужен для того, чтобы, друзья, я видел центр трубы. И не завалил вот этот горизонт. И плюс я мог рассчитать длину заготовки. Здесь сейчас у нас, значит, заготовочка пойдет. Вот мы подключаем холодную воду с гейзером. Точнее, я подключаю. А вы смотрите, друзья, вы смотрите. Значит, я рассчитываю центр трубы. Отмечаю на вот этом хлысте, который пока еще ровный, центр трубы. Потом наношу размер точки фиксации сегмента гибки. Точка это у меня вот эта часть, ребят. Где фиксируется труба. Вот таким вот образом она устанавливается. И щелк. И подводится уже сегмент второй. Это делается для более точной гибки, друзья. Хотя я даю допуск пару сантиметров на обработку торцов. Но нужно учитывать, ребят. Да, кстати, вот этот поворотный фильтр от фар. Смотрите, как хорошо. Здесь в дальнейшем будет установлен манометр. И при обслуживании фильтров раз в 4-6 месяцев можно будет, после, когда вы отключите воду, опорождите систему. То есть, открыв кран, да, закрыв запорную арматуру. Вот как сейчас она закрыта. И открыв кран на смесителе. Это уже как бы, ну, фактически, вы сбрасываете давление. Почти поражение, да. То есть, она фактически с водой, но уже без давления. Вы поворачиваете этот фильтр и сливаете водичку. Надеюсь, не запутал, ребят. Сливайте хорошо. То есть, будет меньше воды. А демонтаж фильтров будет уже происходить с помощью вот этих двух американок. И замена картриджа будет не в шкафу. А уже, скажем вам, в месте там, где будет промываться все. Потому что нужно будет промывать сам фильтр. Саму часть там, где у нас находится стыковка фильтрирующего элемента. То есть, сама голова. Это лучше промывать. Потому что там будет наслоение ила. Вот. Снимать колбу на этом, на узле я не рекомендую, ребят. Почему? Потому что это сложно. Вот эти все элементики, шпонтики, шмонтики. Все, ребят, летит. Все вылетает из рук. И вы просто это будете потом постоянно, постоянно менять. И терять. Терять. Лучше снять полностью колбу. Вынуть все элементы. И промыть ее. Вставить новый фильтрирующий элемент. Зажать. И установить уже, да, с помощью двух американок. Ну что, поехали. Время идет, друзья. Шумные работы до семи. Делаем второй гиб на 45 градусов. Этим гибом мы обойдем фильтр холодной воды. Ну что, поехали. Я контролирую вертикальную трубочку. Уровень выставлен в ноль четко. Наушники одевать не буду, ребят. Поехали. Все отлично. Ну вот и 45. Круто. Вот такая вот заготовочка получилась. Она будет, друзья, реализована сейчас на подключении холодного фильтра. Значит, мы подключимся от вот этого уголочка. И прям непосредственно уже сам фильтр. На 45 градусов, друзья, вот этот поворот. Это мы обойдем колбу. А на 90 уже поднимемся вверх. То есть это будет выглядеть вот примерно так. Хотел бы повториться еще раз. Для таких уже это уже посложнее заготовка. Это в двух плоскостях. Трубогиб должен быть выставлен горизонтально, друзья. Горизонтально так и горизонтально так. То есть крест-накрест. Иначе не получится. То есть первый вы гиб сделаете на 90 хорошо. А здесь уже он у вас завалит заготовку. Учитывайте этот вопрос. Друзья, вот что получается. Мы с вами гнули сейчас трубу на 45 градусов. И на 90. Посмотрите, как все получилось. Круто. Круто. Одной трубой, ребята, одним решением. Да? Угол на 45 и угол на 90. Мы с вами сэкономили. Круто. Когда есть возможность согнуть трубочку, да? Без ущерба трубе. Лучше, конечно, нагнуть по возможности. Почему радуюсь, как ребенок? Ребят, ну очень, знаете, творческая, интересная работа. Всегда ты переживаешь, получится, нет. Хотя ты уже столько гнул, но все равно, как первый раз. Первый секс. Теперь наносим отметку. Труба вставлена до упора. Это круто. И здесь тоже. Холодный мы с вами побороли. Теперь нам предстоит горячую. Горячую подключить, значит, к нашему фильтру тонко очистки гейзера. Значит, что у нас здесь будет, сразу говорю, друзья. Это один поворот на 90 и два поворота на 30 градусов. Почему я заготовку прижимаю к стене? Для того, чтобы подключение, подключение полотен сушителя прошло максимально удачно. То есть, чтобы не было на пути. Поехали. Первый гиб на 90. Друзья, прикидываю трубочку. Видите, сколько не хватает. Сейчас здесь сделаем два поворота на 30 градусов, чтобы войти в наш вход фильтра. Один гиб на 90 и два на 30. Это такой отступ у нас получился. Значит, это будет выглядеть вот так вот. Значит, это горячее водоснабжение. Врезаемся в фильтр тонкой очистки. По трубогибу. Друзья, по трубогибу очень мало информации. Обращайте внимание, когда вы делаете более сложные заготовки, то есть, которые уже включают в себя уже повороты в других плоскостях, трубогиб должен быть четко в ноль. То есть, в такой плоскости и в такой, то есть, в горизонте. Если он будет у вас приподнят, да, то есть, в ту часть завален, в эту часть завален, все, ребят. Следующие углы у вас пойдут в другую плоскость, и вы не сможете войти уже четко в планируемую деталь. Давайте посмотрим, да, точность, кстати, гибкие. Стена здесь у нас вертикальная. Посмотрите, ребят, прижимаю детальку. Обратите внимание, видите, нет просвета. Нет просвета, то есть, она четко прижата. Это хорошо, это очень хорошо. Потом берем угол, угол на 90. Посмотрите, обратите внимание, угол на 90. Видите как, прям буквально даже миллиметра нет. И то это может быть штукатурка. Давайте с этой стороны прислоняем. Не, все четко, смотрите, ребят. Все, все четко. Класс. Это благодаря тому, что я выставил трубогиб четко в уровень. Ну а теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Торцы обязательно защищаем перед установкой пресс-фитинга. Ну и давайте посмотрим. Один поворот туда. Давайте вниз, вниз, вниз установим. Опа. А здесь мы гаечку просто поднимем. Смотрите, как плотненько заходит, да? Оп. Щелк. Здесь никакого зазора, ребят. Никакого зазорчика. И здесь все плотненько. Вот. Вот такая заготовка получилась. Значит, что я сделал? Я повернул на 90, прошел в этой плоскости и ушел сюда. Тем самым я, ребята, освободил место для прокладки трубопроводов под будущий полотенцесушитель. Полотенцесушитель, друзья, я не буду уже подключать. Здесь будут уже другие специалисты это делать. Ну, по крайней мере, я вывел из этой зоны свой трубопровод. Хотя, говорю, мог бы вот так вот вывести по-барски. Но тогда пришлось бы что-то придумывать здесь с удлинением. Максимально так компактно получилось. Благодаря трубогибу. Сейчас предстоит передо мной задача вот от этих выпусков, друзья, провести тоже трубопроводы, но уже за каркасной системой. Ну и закрепить, конечно, закрепить трубочки, чтобы они у нас не болтались в дальнейшем. Потому что вот эта часть, она будет часто сниматься, как я говорю, минимум раз в 4 месяца. Будут их демонтировать для того, чтобы поменять картриджи. Так, ставим отметочки. Такой получился узел. Обжал я фитинги. Теперь мы с вами будем подключать холодную водичку после фильтрации с коллекторной группой. Трассы пройдут за каркасом. Девчонки, мальчишки, перед нами заготовка именная. Ребята, смотрите, здесь подпись стоит заказчика. Заказчик, друзья, создал ее сам с помощью трубогиба. Все четко. Молодец, Андрюш, вы молодец. Теперь я знаю, к кому обращаться, если мне потребуется помощь. Эта заготовочка будет установлена в водопровод горячего водоснабжения. И все, ребята. У заказчика будет воспоминание теперь на всю жизнь. Что он не только, как говорится, финансировал монтаж, но и монтировал. Класс. Ну вот и закончился монтаж медных нержавеющих труб. Сейчас предстоит мне отстегивать трубопроводы. Теплоизолировать. Надевать теплоизоляцию. Наносить герметик на резьбе там, где его нет еще. А его нет по той же причине, что мне нужно было снимать. У меня в одной части есть герметик. Вот здесь его нет. И с той стороны я буду натягивать теплоизоляцию. Вот такая вот специфика работы. Сейчас происходит процесс надевания теплоизоляции на узлы. Я стараюсь ее не разрезать. Такие вот калачки получаются. Они цельные. Надеваем как червячок на крючок. Кто рыбалки соображает, кто был, тот знает. Вот такой вот узел. Это вот у нас уже холодное водоснабжение. Как я его собирал? Я уплотнил всего лишь одну резьбу. Потом собирал заготовку и обжимал. Эта резьба у меня была не уплотнена. Она была просто закручена до самого конца. Для того, чтобы она не люфтила. И все. Когда я ее собрал и обжал, я могу аккуратно это все открутить. И потом взять теплоизоляцию. Теплоизоляцию. Но перед этим я вам рассказывал. Я всегда обрабатываю пресс-фитинги напильником. Я снимаю заусенцы. Заусенцы. На медной трубе их больше, потому что металл мягче. Я снимаю для того, чтобы не разрезать теплоизоляцию. Ну и вот таким образом она потом уже надевается. Вот так вот протягивается потихонечку. Целая. Классная. Красивая. Без разрезов. Сейчас происходит гидравлическое испытание моего узла ввода. Это будет продолжаться в течение двух часов. Проверяю я, значит, в два этапа. Сначала идет проверка у меня от обратных клапанов. Вот этого узла с тонкой очисткой подводящих трубопроводов к водонагревателю. Потом следующий этап это снятие редукторов давления и установки вставок вместо редукторов. И проверка уже приборов учета и всех этих узлов. Почему так происходит, ребят? Потому что, во-первых, я проверил все в рабочем давлении, циркуляции. То есть, что все работало. Ну а потом да. Потом я подключаюсь к электронным группам. То есть, я делю на два этапа. Вот как-то так вот. Сначала рабочий проверяю, потом потихонечку опрессовываю. Значит, как рассчитать вообще избыточное давление? Вы берите рабочее давление. Значит, у нас здесь 4 атмосферы. Умножаете на 1,5 и получаете избыточное. Это получается 6,6 бар. Я давлю 7. То есть, 1 единицу дополнительно. Система очисток от гейзер, друзья, рассчитана на рабочее давление 8 атмосфер. 8 мар, фактически. По избыточному они не говорят ничего. Значит, не более 8, ребят, можно давить. Иначе разорвете колбы. Но 8 это много, ребят, 8 много. Хотя вы видели, я узлы дел 10. На самом деле, это даже излишек для системы. Так что проверяйте свои системы, да, друзья, если не делаете опрессовку. Проверяйте гидравлическое испытание. И смотрите мануал техники. То есть, если там, например, как вот здесь есть ограничение по давлению, уделяйте этому внимание, да, и не создавайте избыточное давление на слабые приборы. Что касается пластиковых труб, смотрите по мануалу. Там есть рекомендации производителей. Если вы хотите встать на гарантию и проверить качественно свои пластиковые системы, давите, создавайте то избыточное давление, которое рекомендует производитель. И становитесь на гарантию. Все, ребятушки. Сейчас я проверяюсь. И дальше, друзья. Дальше, кстати, в бой. Ну и сниму для вас обзорчик, что получилось. В итоге расскажу как, для чего, зачем. Потому что засыпали меня вопросами в инстаграм. Зачем мне калай так? Все, сложно. Я вам расскажу. Ура! Собрал я очередной узел вода. Это душевая. Все, ребят, все. Все герметично. Все проверено. Так что, давайте, да, пробежимся по узлу. Значит, система канализации здесь перебиралась с партнером управляющей компании. Занижалась. Вы это видели? Весь всю эту комедию, которая происходила без отключения воды. Конечно. Друзья, когда вы занимаетесь канализацией, все-таки перекрывайте воду. Потому что это чревато заливом, порчей имущества. Что касается узла вода. Узел вода у нас закреплен на ТЦ-профиль. Очень надежно, крепко закреплен. Перебирались врезки, друзья. То есть, вся эта оцинковка, которая в дальнейшем зарастет, она была демонтирована, друзья. И на самые ответственные моменты монтировалась, как вы помните, нержавеющая сталь. Дублировались краны запорной арматуры. Устанавливались приводы Нептун. Это уже идет, друзья, по умолчанию, по сути. И уже рассказываю, из чего состоит, по сути. Ставились фильтры. Фильтры грубой очистки. Редукторы давления. Счетчики учета холодной и горячей воды. Стомикронная очистка. Она была установлена для того, чтобы, если заказчик в дальнейшем откажется от тонкой очистки, чтобы мы пользовались уже стомикронной очисткой. То есть, наша сантехника не была подвержена засору. Предусмотрел сразу. Потому что в дальнейшем эта врезка в маленьком небольшом лючке будет сложно осуществить. С большими потерями, друзья. Но и по деньгам будет больше стоить заказчику. Так что сейчас это все смонтировано. В дальнейшем, когда весь водопробот ведется в эксплуатацию, здесь будут демонтированы стомикронные сетки. То есть, их можно будет демонтировать и оставить уже тонкую очистку. После стомикронной очистки установлен кран обратной промывки. С правой стороны у нас установлен кран для гидранта. Пожарного гидранта. Далее у нас пошли трубочки на фильтр тонкой очистки. Они сейчас у нас находятся без колб. И после них трубочки уже пошли у нас на коллекторную группу. Коллекторная группа включает в себя, значит, холодную и горячую. И в торцах у нас, как вы видите, врезки идут уже на гасители гидроударов. И далее на запорную арматуру на автономный водонагреватель. Да, в случае чего, ну как в случае чего, профилактика у нас, к сожалению, пока еще присутствует в летний период. Когда нам очень нужна, кстати, горячая вода. Да, она вообще не всегда нужна, но там более, более так, такой период жаркий. И, да, можно будет пользоваться уже горячим водоснабжением. Ставился проточник, друзья. Он небольшого объема, клаги. Хорошая, удобная вещь. Да, ты ванну особо не наберешь, хотя здесь ванны нет. Но для душа достаточно нам будет, точнее, заказчиков. С правой стороны расположилась коллекторная группа. Она, правда, не на много выходов. Имеет всего лишь два входа, два выхода. Но включает в себя фильтрацию. То есть фильтр грубой очистки стоит у нас для того, чтобы обезопасить наши трубопроводы, которые пойдут в стяжки, да, обезопасить их от мусора. Хотя подводящие на вводе в квартиру уже фильтра стоят. Но мы здесь продублировали лишними, друзья. Это не будет. В торцах установлены, значит, корны маевского для спуска воздуха. Они не автоматические, они механические. Так что вот так вот. Это неплохо, друзья. Это даже, можно сказать, надежнее. Вот, по сути, такой вот узел, друзья. Как вы видите, трубочки утеплены энергофлексом. Фильтра, фильтра будут, друзья, демонтироваться сразу. То есть здесь не будут сниматься колбы. Они будут демонтироваться полным корпусом. То есть, сняв вот эти две американки отжав. Когда, конечно, мы закроем водичку. Закроем водичку, сольем водичку. Вот здесь вот с самих колб. Их надо будет демонтировать с помощью ключа. То есть, две гайки вот эти отворачиваются. И сверху уже сам винт, который держит колбу. И уже снимать колбу можно будет уже в удобном месте для профилактики. И уже промывать. Промывать уже не только саму колбу внутри, но и вот эту же часть головы ее. Потому что тоже надо ее отмывать. Она заиливается. Когда мы находимся возле вода, да, это не совсем практично и удобно. То есть, комплектующих здесь много. Хамты это все можно уронить. А вот на полу, да, или на столе, когда будет это все делать не возле вода, это лучше. Можно просмотреть, установить элемент фильтрирующий. Просмотреть уплотнительные кольца. То есть, не пережать их. То есть, там лучше, конечно, это все осуществлять. Друзья, да, это первый объем работы. В дальнейшем будет здесь создаваться уже каркас. Но это уже другое видео. На который будет крепиться сантехника, инсталляционная система. Здесь будут встроенные элементы. Так что я обязательно вам покажу, как это все будет реализовываться. Так что надеюсь, вам понравился цикл весь этот работ. Как я говорю, смотрите, учитесь и делайте лучше, чем я. Ну и вперед, вперед работай, друзья. Так что спасибо, кто смотрел ролик. Надеюсь, звук вам понравился. Так что до встречи на моем канале, да, в новых уже проектах. Спасибо. До связи и до встречи.